привет всем сейчас буду высказывать непопулярное такое мнение свое и буду говорить то что думаю и получается так что все мои видео скучные непрофессиональные что я не журналистка сегодня ко мне позвонили из украины сказали что я должна закрыть свои видео по поводу того что я думаю ситуации в украине даже те видео где высказываются насчет всеобщей мобилизации и что я должна делать свой канал профессионально как тележурналист можно подумать что за мной здесь бегает оператор и у меня нормальная техника нормальный микрофон я все должна делать качественно вот меня спасили что снимаешь как домохозяйка а я кто здесь кто здесь в америке можно подумать что я сюда приехала на работу меня пригласили на какой-то из телеканалов у меня взяли интервью либо я например приехала в америку поисках заработка как астербайтер знаете или я выиграла грин карту или я замуж вышла меня сюда женихи приглашали все я бежала из украины и рассказывала свою историю и у меня на это есть свое личное мнение также и по поводу сегодняшних событий нет я не имею права это высказывать я должна приводить аргументы я должна вот это 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 в общем ты не понимаешь я не понимаю что происходит в украине что путин нас бомбит это мне так говорят типа я не знаю чтобы путин бомбит что здесь все заточены только на одно мнение ты должна вообще молчать на что я отвечаю вообще сделайте вид что вы меня не знаете допустим вы можете также сказать что это мое личное мнение что если вас спросят давайте свою аргументацию просто то что происходит в украине 14 года я испытал на своей собственной шкуре я должна что говорить как я люблю украинскую власть как я ее поддерживаю как я любила порошенко как я сегодня люблю зеленского либо как я люблю путина который бомбит мою любимую родину да что я должна говорить вчера я обещала открыть свои видео я уж так обрадовалась у меня все время растет количество подписчиков растут просмотры и сегодня я вот получила такой звонок из украины и опять все нахрен позакрывала то есть вообще людей которые находятся в украине не интересуют мои эмоции мои переживания не интересует то что я здесь пережила в сша интересует наконец что мой youtube это мой труд я до хренища время на это потратила меня никто не учил снимать монтировать я там перебрала кучу видеоредакторов я пробовала и так и так сейчас я на телефон все это снимаю нет говорят тоже что это все херня я пытаюсь объяснить вот здесь есть блогерши как бы домохозяйки тоже вышедшие замуж за американцев и они тоже ведут такие блоги они снимают также унитазы я еще до этого не дошла и то есть это мой личный канал я вправе здесь высказывает свое мнение вы видели также реакцию моего мужа который против того чтобы я комментировал политику но если я не лезла в политику я работала тележурналист в украине эта политика меня нашла я никого не просила вообще меня трогать я делала свои дела и зарабатывала деньги на своих трех детей чтобы они выучили чтобы содержать семью сейчас получается даже здесь находясь в америке через восемь лет до восемь лет прошло пятнадцатом году я покинула украину вот осенью в сентябре будет восемь лет и сейчас эта политика опять меня коснулась непосредственно я теряю здоровье теряю нервы теряю время чтобы что-то объяснить людям причем сейчас уже в украине люди начинают говорить поднимать как как-то свой голос и заявлять о том что им не нравится в этой политике женщины высказываются и военные высказываются мне говорят почему ты там сказалось произнесла слова нацики да потому что нацики потому что эти нацики влезли в мою жизнь в пятнадцатом году потому что у меня отсчет времени начался именно с этого периода когда политика влезла в мою жизнь когда нацики влезли в мою жизнь никто другой мать нация которых здесь сша признали террористическая организация вы помните да сенаторы проголосовали они ты на не должна так говорить потому что сейчас пол козов в украине герои да пожалуйста это для вас они герои они ваши герои я в своих видео также говорила что они нормально держать людей в подземелье я уже думала что они все там такие несчастные голодные что там трупы валяются и куча раненых и вся эта бонь и они не видят солнца и света но когда вылезли оттуда азовцы оказалось что они довольно таки упитанные это вот высушники были немножко истощенные так сказать слава богу эвакуировали детей и женщин из этого азов сталь нет я даже не должна не имею право произносить слова нацики понимаете вот так вот закрыть на все глаза ничего не видеть делать вид что я такая себе успешная американка вот я приехала в америку да я хотела посмотреть америку я не вру бы я хотела поехать посмотреть как турист как ну все нормальные люди я даже не думала что это будет вот так вот что со мной так распорядиться судьба бог и что нужно пройти вот это вот кучу испытаний пережить бессонные ночи тревоги меня сейчас болит реально постоянно сердце я вот сейчас говорю я еле сдерживаюсь но никто этого не видит вот даже делаю какие-то видео например про украину про ситуацию права про эту войну ужасную все думают что я да там против что ли украины думают что я поддерживаю эти бомбежки или как люди вы вообще нормальные я хоть в одном видео заявила что бомбить украину это нормально ни в одном видео это был не было сказано и насчет там видео мои скучные еще там какие-то я столько вижу тупых видео честно говоря и там много просмотров это нравится привет вот поэтому ну вот так вот получилось что я опять закрыла свои видео муж пришел и даже не знаю что будет дальше с каналом 5 нужно восстановиться прийти в себя подышать погулять все займут своими личными делами пойду учиться и и делать то о чем не расскажу не покажу вот не знаю я конечно приветствую своих подписчиков новых спасибо что вы у меня появляетесь и но должна признаться честно говоря даже не знаю что будет с моим youtube с моим каналом всем просто плевать прийти насрать душу сказать что там видео скучно это 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 не говорит и там это это закрой вообще не высказывайся ни по какому поводу а делать красивую картинку я бежала из украины я подавалась здесь на политную иммиграцию что я должна о себе рассказывать а вот и сегодня даже залезла на фейсбук позакрывала свои посты на инстаграм позакрывала после вот в таком мире мы живем какая-то беспомощность высказать свое мнение чему-то противостоять сейчас уже говорят про ядерную войну я вчера захожу к этой к одной блогерши американской домохозяйки и она реально на готовить себе бункер она запасается консервами она читает все это всю эту литературу как спастись сколько должно быть километров от эпицентра взрыва об этом говорят домохозяйки понимаете а я не имею права говорить вообще ничего получается потому что об этом не говорят мои близкие люди я же должна прислушиваться а если мы все мы будем молчать до недолго и до ядерной войны когда так вот все накачивается оружие поэтому наверное людям легче смотреть как я буду мыть унитаз как я там уточек поснимала с бусиком поигралась наверное это для их совести легче чем высказывать свое мнение и заявлять о своих правах ладно муж дома тоже не буду его нервировать спасибо за лайки за хорошие коменты я понимаю что многие люди боятся и тоже время не хотят со мной терять связь сказать что мы ее не знаем вообще это ее личное мнение даже вот сейчас вспомнить если была такая телеведущая снежана егорова на украинском телевидении сейчас она получила политического бежев бежище в турции ее дочери остались в украине и заявляю что мама ненормальная что мы ее не поддерживаем и так далее мы даже не знали что наша мама может вот так выражаться взрослые дочери да и я понимаю насколько ей вообще больно что она вообще тоже должна по сути заткнуться там они говорят что и платят деньги я не знаю может и платит мне никто ничего не платит вот сейчас такие конфронтации они во многих семьях среди друзей вот еще раз спасибо за лайки за хорошее мнение посмотрим что будет дальше и сегодня уже успела поплакать расстроилась вот сейчас немножко успокоилась поэтому высказалась все берегите себя пусть будет мир что еще там было интересное в этом разговоре значит я спрашиваю ты смотрел или ты там смотрела но не важно кто это мужчина или женщина мое видео ты хотя бы пытался или пыталась проникнуться вообще в чем суть разговора нет я не посмотрел не посмотрела опять же не я не уточняю кто это был просто люди увидели название провокационные то есть они даже не знают как работает youtube что нужно привлечь внимание во первых во вторых ты можешь поставить даже какое-то дерьмовое видео но она будет все равно работать на твой канал youtube и ну так работает ю тубе алгоритмы потом не а ты ю тубом не занимайся ты пойди в тик ток чем вот такая вот жизнь такое вот непонимание конечно я сегодня на этот разговор потратила полдня также мы спорили о том почему все это в украине происходит у меня своя точка зрения у людей совершенно другая никакие аргументы по поводу того что это проблема не одной стороны а нескольких сторон не проходит то есть опять же должно быть или одно мнение или никакое вот поэтому я злая конечно потеряла время опять же плевать на мою работу на то что я канал закрывала много раз много раз и сегодня опять не звонят и звонят и говорят по закрываете видео по закрывает а каком можно говорить развитие канала и вообще свободе слова свободе мнения или мне тоже нравится сделаем новостной канал не разговаривая как домохозяйка для этого наверное нужна техника какая-то определенные те же микрофоны дорогущие причем это говорят люди которым я очень во многом помогала помогаю вот что я думаю я как бы не имею права игнорировать их мнение с другой стороны мне иногда хочется чтобы меня вообще не проектировали вообще чтобы все от меня отстали я делаю то что считаю нужным сделайте вид что вы меня не знаете и не знали никогда и отстаньте отстаньте вот хотела быть веселой опять не получилось ладно может завтра будет лучше то есть я бы конечно могла наплевать на это все если бы это были чужие люди но это не чужие люди увы легче было бы если бы пришел какой-то там хейтер обозвал меня обгадил и было бы все понятно а это просто близкие мне люди вот в чем дело ну сейчас сейчас к сожалению это становится нормой когда люди по политическим каким-то мотивам не общаются либо скандалят либо молчат ой дурдом дурдом как мы до этого дожили что мы всего боимся не знаю пишите что думаете просто вот так вот руки опускаются вообще не хочется ничего делать ничего себе рассказывать ничего высказывать ни к чему мотивировать людей вот живите как хотите сейчас на youtube есть даже такие видео когда человек просто мумбанк называется по-моему или мукбанк вот сидит есть это набирает там миллионы просмотров может мне этим заняться сидеть там лопать конечно это нужно красиво делать но может так будет более информационно как мне сказали сделай информационный канал а если нет то это это не говори ты домохозяйка ах да ты домохозяйка а нет ты не домохозяйка ты же была журналисткой как тебе не стыдно вот это вот говорить ты не понимаешь что мы испытываем в украине как тебе не стыдно это снимать это скучно растянуто ты смотрела смотрел не а я вообще-то не смотрел и не смотрела и вообще название хреновое как говорится помоги материально потом будешь судить а еще мне понравилось ну ты там на ютубе болтаешь ты просто высказаться хочешь что ли а для чего youtube вообще заводит ну да человек как бы хочет высказаться представляете все но в